Девчонки, всем привет! В этом видео мы с вами красимся и болтаемся. Мне пришло несколько коробочек Boxy Charm, но что-то опять она меня как-то не особо впечатлила, и поэтому отдельное видео я ей посвящать не буду, просто возьму пару позиций и в этом видео вам их покажу. Мне также пришел заказ с сайта YesStyle. Я в этот раз заказала корейскую декоративную косметику. И тоже не совсем удачно, потому что мне кажется, что корейская декоративка больше подходит очень бледным девочкам. Я, как вот тщательно, я не старалась выбирать оттенки тональных основ, прогадала, но хотя не сильно, с одной позиции прогадала. Ну, в общем, все по порядку. Сегодня мы с вами красимся, и одним из гвоздей сегодняшнего видео будет палетка Tarte, которая попалась мне в коробке Boxy. Вроде как вау, класс, но на самом деле Boxy Charm кладут палетки очень часто в свои коробки, и им уже перестаешь удивляться. Ну, может быть, просто и палетка, но я как бы посмотрела на нее, ну окей, ничего в ней такого прям необычного нет, но просто как бы палетка. Я очень рада, что она мне попалась в коробке Boxy, потому что я бы не заплатила за нее полную цену, я бы, ну я не знаю, мне вообще как бы теней особо-то и не надо, но как бы есть и есть, хорошо. Ну, сегодня мы с ним будем краситься. Вот, не скажу, конечно, что буду пользоваться ей каждый день, абсолютно нет, но давайте все-таки в нее окунемся. Также давайте я вам покажу, декоративку я вам буду показать по ходу видео, но еще хочу показать, что было в самой посылке. Значит, наверняка вы когда-либо где-нибудь видели, особенно на Алиэкспресс, вот такие вот маски LED. Суть этих масок это цветовая терапия или фототерапия. В общем-то, если вы пойдете на улицу загорать, солнечный свет, он себе содержит зеленый свет, голубой, красный, если я не ошибаюсь, плюс ультрафиолет, который нам вообще не нужен для нашей кожи, потому что это вредно. Вот эти маски LED, они без ультрафиолета, только вот цвет, либо зеленый, либо красный, либо какой еще я сказала? Синий, вот. Каждый свет направлен на борьбу с какими-то разными несовершенствами. Не знаю, какой это цвет от чего, но вы замечали, да, что когда, например, загораете на море, на вакейшн, у вас кожа становится лучше, потому что пропадают высыпания. Некоторые даже специально ходят в солярии, я так делала раньше, для того, чтобы ультрафиолет убрал мне все вот эти вот высыпания. Этим занимаются вот эти световые маски. И я ее еще не пробовала, я ее только получила. Она такая очень мягенькая, но вот с светодиодами. Попробую, нужно как-то курс пройти какой-нибудь, как-то прям так настроиться, потому что, ну, я слышала, что эффект не прям вау, ярко выраженный, нет. И нужно прям пройти продолжительный курс, чтобы увидеть хоть какой-то результат. Ну, буду пробовать, посмотрим. Далее, крем, который уже успела опробовать, это марка Клаву, если я не ошибаюсь. Выглядит вот таким вот образом. Blue Pearl Session Marine Aqua Enriched Cream. На самом деле, просто клем с силиконами. Он безумно приятен на коже, но он приятен из-за того, что в этом креме прямо отчетливо ощущаются силиконы. Этот крем отлично подойдет как подготовка кожи для тонального крема, чем занимается у меня в основном вот этот праймер. Это есть крем для лица, но с силиконами. То есть, по сути, это одно и то же. Только это заявлено как крем для лица. А на этом, честно, написали, что это праймер. Я бы не стала этим кремом пользоваться в ночное время, потому что зачем нам на ночь замазывать кожу силиконами. Но днем, в принципе, мне он кожу не портит. У меня кожа не забивается силиконами или сальные железы, потовыделением. Нет, но как праймер этот крем действительно работает. Иногда я его наносила после своего крема, который не на силиконе до ужаса. Вот, в общем, ну, такое. Эссенция отбеливающая на сифик. Попробовала ее один разочек. Вы знаете, наверное, я буду уделять теперь больше внимания именно эссенциям. Что это? Как я сейчас произнесла? Извините. Эссенциям... Все равно как-то не так, ладно. Ну, вы поняли. И лосьоном, потому что они очень хорошо кожу увлажняют. И в них... Я не чувствую в них вот этой нахимиченности, вот этих силиконов и пленок, которые должны быть в креме. Ну, крем, он должен выступать пленочкой все-таки. Какой-никакой. Но кремы, они должны закрывать влагу и сами немножко увлажнять и питать. Да. Но приятно пользоваться вот такими вот жиденькими, слегка даже гелевыми по текстуре, что ли, продуктами, которые так быстро в кожу впитываются. И кожа как-то успокаивается прям. Это отбеливающая эссенция. Не могу сказать, что я прям гонюсь за отбеливанием. Но корейская косметика, вот я сейчас пользуюсь. Я же вам показывала в каком-то из предыдущих видео, что я заказала и уходовую косметику. Я прям чувствую, что я вижу, что у меня кожа прям успокаивается вот именно от корейского ухода. Вот у корейцев, мне кажется, у них какая-то вот своя, знаете, философия по уходу за кожей. Мне это нравится. Читала в комментариях, девочка писала, перешла на корейскую косметику, и кожа просто с облегчением выдохнула. И теперь в прекрасном состоянии что-то в этом есть. Я пока что отставлю в сторонку, потому что я хочу добить пару позиций, которые у меня сейчас есть. Но я вернусь к этой эссенции. Марка Nacific. Если пользовались, пишите, как вам, что у вас было. Далее. Еще один крем, который я еще не попробовала. Это Deep Moisture Cream от марки Lagume. Lagume. Not too little, not too much. Интересно. Не пробовала. Внутри лопаточка. И ой, как красиво. Я даже не доставала крем из коробочки. Смотрите, какой он весь белоснежно-красивый, матовый. Ой-ой-ой. Вы знаете, это вот именно мое минимализм. Это я вот прям обожаю. Минимализм, ничего лишнего. Все беленькое, светленькое. Ой, это я. Это прям, да. Ой, крем. Густоватенький. Пахнет очень приятно. Но еще не пробовала. Это будет в последующих видео. Либо в уходовом видео. Кстати, я думаю такое снять, показать вам, чем я сейчас пользуюсь. Потому что хорошо прям как-то я довольна. Я своей кожей сейчас действительно... Да, довольна. Несмотря на то, что я пью кофе на голодный желудок, что мне иногда портит ее. Но это ничего. Так, положили мне еще в качестве подарка OMG. Вот эти вот банты, которые я не очень люблю. И масочку. Double Dare, Red, бла-бла-бла. Не пользуюсь тканевыми масками. Почему-то, не могу вам объяснить почему, но прям вообще как-то отлегло. Но, может быть, когда-нибудь руки дойдут. Да, это то, что было в моей посылке. А теперь мы с вами переходим к макияжу. И первый продукт, который я возьму, это продукт, который попался мне в коробке Boxy Charm. Это праймер для лица. Этого же бренда Touch & Soul. Вот этот праймер я уже добиваю до конца. Вы можете видеть, да? Что он не то чтобы наполовину пуст, он уже тут прям вообще мне раз на... раз на пять. Люблю, люблю этот продукт. Но имеет ли смысл покупать этот праймер, если можно купить обычный крем, в котором будет целая куча силиконов? Зайдите в масс-маркет, купите себе крем марки... Боже, забыла, как называется. Ну, точно не Avaline. В общем, какой-нибудь крем из масс-маркета. И там столько будет силиконов, что это будет просто идентичный эффект. Но это другой праймер. Здесь пишется No Pore Blem. Prime Essence. С календула Flower Extract. Ну, давайте будем пробовать, что это за такой зверь. Симпатичный тюбичек. Откручивается. Ой, тут что-то прям... Мать моя, женщина, капает. Подожди, я не готова была к этому. Подождите. Как-то... Слушайте, это прям эссенция. Я почему-то думала, что поры будет замазывать. Ой, это как... Ой, это очень приятно. Ой, мне нравится, как этот бренд делает праймеры. Слушайте. Ой, это прям... А в чем же разница? Хм. Я думала, что... Ну, знаете, как обычно. Один бренд и один праймер, замазывающий порой, затирающий, типа затирка силиконовая. И один праймер, работающий с сухостью кожи. А у них тут два праймера, работающих с сухостью кожи. Странно. Я даже не знаю, какой мне больше нравится. И тот, и тот хорош. И тот увлажняет, и этот увлажняет. Этот на силиконенный. И тот на силиконенный. Окей. Ну, пока что все приятно. Но я думаю, что я вот добью вот этот вот праймер. И так я действительно буду пользоваться этим. Потому что, ну, как-то молодцы, слушайте. Для сухой кожи, для нормальной. Прям очень хорошо. Прелесть. Далее. Продукт с оттенком, которого я малехо оступилась. Ну, как, даже не малехо, а конкретно. И тут я должна была бы вам показать прекрасную коробочку. Но у сайта YesStyle какая-то проблема. Они заклеивают все фронтальные надписи своими дебильными стикерами. Извиняюсь за резкость. Но просто это нормально вообще? Это вообще нормально? Везде эти ненормальные стикеры. Я вам не могу даже показать нормально упаковку. Достану, покажу вам бутылочку. Значит, это марка Holika Holika Glow Foundation. Ну, понятное дело, я вижу glow. Сразу хочу. Тем более, что Hard Cover. Это должно было быть плотное, прям плотное покрытие. Но это настолько светлый тон, что он мне вообще никак не подходит. Оттенок 02. Он прям безумно светлый. Замечательная упаковка. Замечательная помпа. Но цвет я вот совсем чуть-чуть возьму. Хотя совсем чуть-чуть. Это же плотная тональная основа. Может, все-таки получится сегодня. Вот с меня подсмылся уже тон. Точнее, автозагар. Может, все-таки получится. Ладно, давайте будем все-таки использовать вот эту тональную основу. Но потом исправим это все. Ладно. Или... Да. Будем пользоваться тогда вот этой тональной основой. Я беру свою кисточку. Я оставляла на нее ссылку в прошлом видео. Заглядывайте в описание. Так. Тональная основа очень плотная. Поэтому я вот столичка нанесу, чтобы совсем не переборщить. И вот смотрите. Она прям очень светлая. А я хотела наоборот загарный оттенок. То есть я даже светлую я не выбирала. Когда мне эта бутылочка пришла, я как раз была на автозагарена. И я поняла, что я не то чтобы ошиблась с оттенком. И я прям феерично промахнулась. Она очень светлая. Она прям очень-очень светлая. Бу. Но зато если вот у вас очень бледная кожа, можете обратить внимание. Почитать отзывы еще где-нибудь. Но она действительно такая glow. Я почти что привидение. Но не совсем. Я тоже уже так подсмылась немножко. В плане автозагара. Ложится вот она на кожу хорошо. Мне нравится. Мне даже очень нравится. Очень даже неплохо. И действительно такое glow матовости нет. Кожу сушить по идее не должно. Ладно. Оставим. Оставим вот так. Потом буду затемняться контуром. Далее. Посмотрим, как будет носиться эта тональная основа. Белоснежкам советую обратить внимание. Марка Holika Holika Glow Foundation 02. Я же, скорее всего, от этой тональной основы все-таки избавлюсь, потому что светлые оттенки у меня идут очень медленно. А заниматься смешиванием... Хотя, может быть, я буду заниматься смешиванием. Посмотрим. Консилер. Абсолютно бюджетный бренд марки Peri Pera. Я слышала, видела у Ковки когда-то прям очень давно. Но никогда ничего не пробовала этого бренда. Цены очень приятные. Консилер Peri Pera в оттенке... Давайте я попробую найти упаковочку. Я не вижу. Я выкинула, наверное. Какой же это оттенок? Ладно. Я посмотрю в заказах. Открою сайт и напишу вам, какой оттенок я выбрала. Вот такая вот миленькая бутылочка. Это не пипеточка. Это просто ручка. И здесь аппликатор. Я уже пробовала этот консилер с другой тональной основой. Он разнесся шикарно. И у него прям откровенно желтый подтон. Так что если у вас кожа с желтинкой, тоже советую обратить внимание. Распределяется очень хорошо. Хорошо держался. Выглядит на коже замечательно. Цена, девочки, цена у консилера хорошая. Прям очень хорошая. Вы знаете, я не люблю переплачивать. Не люблю просто, когда меня дурят. Вот и все. Не то, чтобы я там жлоб какой-то. Просто не люблю, когда меня дурят. Вот и все. Так, смотрите. Раз-два. Вот буквально пару взмахов. И консилер распределился. Давайте я вам покажу теперь это все в макро. И эту тональную основу вместе с этим консилером. Тональная основа действительно такая прям glow-glow. Едем дальше. Пудра. Пудра марки Skin Food. Спасибо, что не заклеили. Хоть оставили слово Skin Food, чтобы я могла прочитать. Дальше что? Back with loose powder. Номер 23. Номер 23. Натуральный beige. Ну, я пудрами не пользуюсь прям уж так сильно. Скорее всего, скорее заказала просто для видео. Ну, чтобы вам показать, что есть пудра в хорошем объеме. На сайте девочка там ее хвалила очень. Говорит, что у нее было очень много разных пудр. И ей очень, ой, очень понравилось вот это. Так я очень много высыпала. Ладно. Ой, а пахнет она как сильно прям. Ничего себе. Прям ароматная. Что-то напоминает мне какие-то времена молодости моей мамы. Когда пудру открываешь, а от нее прям уж такой, знаете, аромат сильнейший. Так. Кисточка с Алиэкспресс. Девочки, кто заказывал, пишите, как вам. Вот эта супер мягкая, изумительная кисть. Прелестно. Очень даже симпатично. Но, правда, мне не нравится вот. Я это сейчас делаю для вас. Потому что в повседневной жизни я, наоборот, глоу добавляю. А пудра-то она глоу убирает же. Ну, как бы хорошо, да. Очень тоненько. Очень-очень тоненько. И все равно даже пробивается глоу. Видите? То есть она такая непротивно матовая. А очень такая даже тоненькая, деликатная. И очень сильно пахнет. Тональная основа, кстати, а может быть это консилер. И я чувствую такую липковатость. Что вроде как означает, что держаться. Продукт на коже должен хорошо. Так, я очень бледен. И мне это не нравится. Вы знаете, да, я фанат загорелой кожи. Ну, давайте, значит, будем пробовать контурирующие пудры. У меня их аж две штуки. И обе, по-моему, марки Misha. Misha Cotton Contour. Катоновая контурная пудра. Две вот такие вот почему-то разные. Одна с градиентом. Видите, что здесь более серый оттенок. Здесь он теплее. И вот такая вот молюська, которая слишком светлая для меня. Не обращайте внимания на мой мизинец. У меня просто пришел молочный полигель. И мне прям надо было сразу же его попробовать, конечно же, на себе. Вот. Но это все очень бледно. Но давайте будем пробовать вот этот. А чем мы будем пробовать? Давайте посмотрим, насколько она будет видна. Ой, ну это прям так натурально и красиво. Да, смотрите, хорошо так. Я же, конечно, сейчас попробую наслоить. Но контур хорош. Марка Misha мне нравится. У Миши очень хорошие тональные основы. И вот, как оказывается, есть и хорошая контурирующая пудра. Бледная-бледная. Не обязательно гнаться за Кевин Акуан. Этой молюськой, которую хватает вообще там, я не знаю. Ну, такая маленькая пудрочка. И стоит очень много. Я такое не люблю. Ой, ну выглядит прям вообще прекрасно. Да, у меня, конечно, бывает такое, что я наношу бледную тональную основу, потому что автозагар смывается. Но все равно при этом беру оранжевый. Оранжевый бронзер. И пытаюсь как-то себя, ну, забронзировать, что ли. И слишком рыжий бронзер на бледную кожу, на бледную тональную основу ложится. Ну, понятное дело, не так хорошо тушуется. А вот здесь все прям очень органично смотрится. Да, это прям настоящая контурирующая пудра. Вот девочки с бледной кожей. Обратите внимание, ссылки я оставлю под видео. Единственное, что вот со всей этой темой, этого вируса и домашним заключением насильным. Естественно, почты начали работать как-то очень плохо. Прямо доставка посылки, это просто какой-то кошмар. Заказы я свои жду, неважно откуда, месяцами. И сайт YesStyle поставили такие цены на доставку в Канаду, что я не знаю, я, наверное, больше не буду пока заказывать у них посылки. Подожду, пока вся эта эпопея пройдет. Может быть, я не знаю, в следующем году, когда это все закончится вообще. И только тогда, я посмотрю, если они снова опустят цены на доставку. Но сейчас, честно, там какая-то бешеная цифра стоит. И я смотрю, что просто я не буду столько платить просто за доставку. Поэтому, если в вашу страну цена на доставку более-менее адекватная, сайт хорош, я получаю косметику, оригиналы, все круто. Но сама я пока что... Ну что, я думаю, этого хватит. Да, смотрите, хорошо я законтурировалась. Да, мне нравится. А вот этот вот оттеночек маленький, совсем светлый, наверное, продам его. Ну куда мне такой светлый? Хайлайтер. Мой любимчик. Это марка Becca. Уже мы достигли дна. И я продолжаю им пользоваться. Этой же кистью добавляю себе еще большего glow. Люблю этот хайлайтер, но он лучше смотрится на загорелой коже. Вот бывает у вас такое? Вот вы знаете, что вот, допустим, этот хайлайтер вам сейчас не подходит, но вам все равно хочется его использовать. Или румяна. Вот у вас там помада другого оттенка, вам нужно взять другие румяны. Но вам так нравятся вот эти румяна, и вы их все равно берете. У меня, как видите, такое бывает. Так, на этом все. Full Face Highlight Challenge окончен. Румяна я никаких не брала. Давайте зачешем брови. Я очень рада, что мы с вами сошлись на мысли, что если брови не выщипаны до тонюсенькой ниточки, и они, в принципе, есть на лице, то в повседневной жизни их можно просто зачесать и не париться. Очень хочу купить для бровей воск, по-моему, от Patrick Ta. Я увидела у Лены 864, она прям так круто зачесала брови. Так хочу этот воск, и он sold out. В Sephora у нас нет вообще. Разобрали. Я даже не успела оглянуться. А вот этот товарищ, что у меня уже вот вообще заканчивается, да, нам нужно что-то снова брать, но не арт-деко. И да, я вам говорила, что я полечу в Украину, что я там накуплю, тра-та-та. Никуда я не лечу. Вот, да. Мы с моей мамой сошлись на мысли, что этот год немножечко не подходит для путешествий. И, в общем-то, три аэропорта, потому что вылететь нужно сначала с Роджайны в Торонто, потом с Торонто в Варшаву, потом с Варшавы в Одессу. Очень много людей, много самолетов. И как-то я так подумала, что... Я сама не боюсь заболеть. Что у меня? Я молодая, а со мной что будет? Ну, поболею, так поболею. Ай-яй, болеют люди, ничего страшного с ним не происходит. Ну, поболеешь. Но мои-то родители, если они заболеют, это... Да и не хотелось бы тоже подхватить в аэропорту, а потом ходить, разносить по Одессе. Ой, извините. Так что весь мой украинский шоппинг накрылся медным тазом. Это, кстати, был спрей марки Cover FX. Я его достала, потому что добила предыдущий свой спрей. И он какой-то вот прям, знаете, как будто... Ой-ой-ой. Ёлки-палки. Он непрозрачный. Он как бронзер тут внутри, оранжевый. Он прям внутри там блёсточный. Ага. Тут я смотрю попши-ка. Ёлки-палки. Ой-ёй-ёй-ёй. Я вам сейчас покажу это в макро. Вы увидите вообще, что с моим лицом. Я как-то не обращала внимания раньше. А вот сейчас прям заметила. Блин, у меня всё лицо прям... Видите? Вот эти белые точки. Вот эти белые блёстки. О, мой бог. Это кошмар. Посмотрите, что у меня. Вот тут вот прям очень хорошо видно. Очень сильно блестит лицо. Нет, я, конечно, люблю glow, но это я сейчас выгляжу, как, знаете, этот чайник отполированный серебряный. Ладно. Блин, как-то, может, пудра немножечко меня спасёт. Вот, ну, как-то это... Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Что-то как-то нет. Cover FX Illuminating Setting Spray. Это же надо было столько блёсток в него насыпать. Кошмар. Может быть, ну что, на меня сейчас свет светит? Я совсем так ярко их прям вижу. Посмотрите на это. Вы это видите, нет? Прям шмат хайлайтера. А, да. Ну, ладно, ничего страшного. Походим сегодня, значит, так. Далее что? А далее, я думаю, что мы возьмём с вами тени, да? Tarte. Как называется эта палетка? Tarteist Pro Amazonian Clay Palette. Окей. Хорошо. Так, понятия не имею, какие оттенки я сегодня хочу выбирать. Понятное дело, что макияж у меня будет повседневный, спокойный. Может быть, вот этот рядочек взять. Наверное, да. Вот этот цвет мне хочется в складку. Вообще вот эти два мне нравятся. Ну, палетка совершенно обычная. Вообще все оттенки есть. Но вы знаете, мне нравится очень вот этот оттенок. Вот этот, мне кажется, реально необычный. Он какой-то как сливовый, что ли. Или сливовый. Налетят же сейчас, начнут вот это филологи бомбить. Вот этот светлый оттенок нанесу на всё подвижное веко. Он безумно сильно пылит. Я прикасаюсь прям очень осторожно. И он всё равно конкретно прям так пылит. Далее возьму вот этот оттенок и начну просто затемнять складку века и даже подвижное веко тоже. Он достаточно светлый. Я его наберу этой же кистью. Ой, он такой прям очень нежный. Такой кремовый какой-то. И тогда, смотрите, вроде есть, а вроде нету. Цвет называется чик или щик. Смотря на каком языке. Симпатично. Очень просто. Очень симпатично. Переходим вот к этому оттенку. Я думаю, что это у меня скорее сегодня будут смоки. Ну, такие лайтовые, прям лайтовые. Но пока что тенями я довольна. Если вот не делать прям насыщенный такой макияж, а вот как я сейчас прям именно тень наносить. Не сам вот именно прям оттенок такой, какой он есть в рефиле, а просто именно тень, то всё очень даже хорошо. Тушуется неплохо. Очень легко мне с этими тенями. Я вообще прям не напрягаюсь особо с тушёвкой. Так, я всё ещё добавляю тот же оттенок до той насыщенности, которая мне нужна. А какая насыщенность мне нужна? Я не знаю. Но, думаю, скоро таки остановимся. Угу. Very good. Симпатично. Возьму плоскую кисть. Боже, а что это такое? Это, по-моему, кисть Бейли. Да, это кисть Бейли, с которой стёрлось абсолютно всё. Она плоская, видите? И я наберу... Какой оттенок я наберу? А вот давайте я вот этот вот сливовый, или сливовый, и наберу. И нанесу по линии роста ресниц. Вот, наверное, вот так вот я и оставлю. Всё-таки у нас макияж с вами дневной. Это я себе напоминаю скорее, чем вам. И, казалось бы, такая большая палетка. В ней будет шиммерный оттенок в уголок глаза, но такого оттенка здесь нет. Вот этот оттенок, он на самом деле не такой светлый, как кажется. В нём даже есть какой-то такой зелёный отлив, что ли. Такой очень красивый. Но в уголок глаза этот оттенок темноват, поэтому я возьму хайлайтер, наверное. Хотя он тоже слишком такой прям рыженький. Но будем надеяться, что... Окей. Совсем чуть-чуть я его нанесу. Тушь марки Everline. Очень она уж мне как-то подошла. Пользуюсь ею каждый день. Ну, прям хорошо. Ха-ра-шо. Не люблю наносить тушь на нижние реснички, потому что она уж слишком сильно отпечатывается. Там внизу, неважно, припудриваю я консилер или нет. Поэтому тушь наношу только на верхние реснички. Вот и всё. Далее. А что же для губ? Для губ у меня был заказан вот такой вот продукт. марки McQueen, New York. Lip and lips. Что? Что? Тут так и написано. Lip and lips. То есть я правильно поняла, да? Корейцы, китайцы, да, они вообще очень странные ребята, я понимаю. Но мат финиш, но зачем Lip and lips? В общем, оттенок очень интересный. Такой он рыженький. Ну, американцы назовут это нюдом, но это не нюд. Но оттенок такой. В общем, мне не нравится эта вещь на губах. Мне не нравится текстура. Мне не нравится насыщенность цвета. Разочарование. Поэтому даже не буду это сейчас наносить себе на губы. Пойду за карандашом, потому что, конечно, я забыла что-то принести. И это именно карандаш. Самые любимые карандаши. Luxe Visage 207 оттенок и марка NYX. Карандаш Lip Liner в оттенке Nude Truffle. Этот коричневый серый. Этот немножечко натуральный, что ли, как цвет натуральных губ, но лучше. Но давайте я возьму вот этот серый коричневый карандаш от NYX. Он такой прям инстаграммный, знаете. Эх, плакали все мои инъекции. Ну ничего, я еще ничего. Итак, походим. Может на Рождество... Что-то со мной сегодня не то. У меня с речевым аппаратом... Я как-то странно произношу слова и звуки на Рождество. Возможно, я полечу в Одессу. Но посмотрим. Конечно. А вот и все. Мой макияж окончен. Я больше ничего добавлять не буду. Хотя очень хочется сейчас прям взять и добавить бронзера. Не скрою вам. Мне прям... Вот я знаю прям. Я сейчас вот выключу камеру. Пойду вот. И все равно же добавлю бронзер. Вот вам покажу вот этот вариант. А сама вот сейчас поеду по делам. Добавлю бронзера еще вот так вот прям везде. Но я не могу. Болезнь у человека такая, понимаете. Прошу понять и простить. Да. Мои свежие кучеряшечки. Я сменила цвет волос, девочки. Я об этом вам расскажу в видео о пустых баночках. Да. Так, подождите. Я красилась 5,60. А это четверочка. То есть красно-рыжий оттенок ушел. Теперь это такой более золотой что ли. Коричнево-золотой отлив. Вот. С рыжинкой. Да, конечно же он с рыжинкой. Они все с рыжинкой. Вот. Ну и да, чуть-чуть темнее, но... Да, блин, мне нужен прям бронзер. Ничего не могу с собой поделать. Яша, он уже тут лежит передо мной, понимаете. Любимый мой самый. От пупа. Да. Ну что? Ой, пожалуйста, мне все легче становится. Ой, все. Вот, наконец-то. Вот. Вот мой макияж теперь закончен. Теперь я могу довольно выйти в свет. Вот. Так, девочки. Итог этого видео таков. Марка Peri Pera. Очень хочу еще что-нибудь пробовать. Что у вас было? Пишите, что вам нравится этого бренда. Возможно, у вас был такой консилер. Хороший, легко распределяется. Единственное, что я не уверена, каков здесь объем. 8 грамм. 8 грамм это нормально, кстати, да. Неплох. Внизу под видео напишу, какой это оттенок. Тональная основа. Холика-холика. Глоу. Hard Cover Glow Foundation. Бледным девочкам, обратите внимание, тональная основа с хорошим таким средним покрытием. Если бы я нанесла больше, было бы прям вообще такое фуф. Плотное покрытие. Марка Skin Food пудра. Вроде ничего, но здесь хороший прям объем. Здесь ее прям вот сколько? 23 грамма. А цена, по-моему, была тоже что-то там, ну, недорого вообще. Вот. Оттенок 23 беж, мне кажется, подойдет всем. Но, возможно, вам, если у вас розовый потом кожа, беж не подойдет. Вам нужно искать с розовинкой. Палетка Tarte, ну, я бы не сказала, что она вам зачем-то нужна. Да у нас у всех уже есть тени. Здесь оттенки, ну, сколько уже вот можно вот их гонять по кругу одной тоже, серьезно. Палетка еще и не новая, на самом деле. Вот. Но все равно приятно, что она попадается в коробке боксе. И я не знаю, буду ли я ее еще использовать или нет. Вряд ли. Честно, вряд ли. Вот. Но она ничего. И, да, конечно же, вот этот контур, он прям действительно хорош. Это оттенок Smoked Hazel. Прям вообще безумно светлый. Прям, ну, почти что как пудра. И вот этот чутка потемнее. Вот с этой стороны темнее, здесь светлее. Мне нравится, как легко тушуются. Наносится прям вуалью. Ну, вы сами видели. Да, находка тушь желтая показывала, показываю еще раз. И абсолютно провальный ей получается спрей Cover FX. Мне нравится, не буду пользоваться, потому что я и так наношу очень много хайлайтера. И мне не нужно еще дополнительное количество этих блесток в спрее. Да, очень советую NYX карандаш в оттенке, я уже говорила, Nude Truffle. Это мой самый любимый коричневый карандаш, который мешается со всеми нюдовыми помадами. И даже с розовыми он мешается симпатично, с бледно-розовыми. В общем-то, да. На этом, дорогие мои, все. Да. Пишите, пожалуйста, какие у вас впечатления от этого макияжа. Мне еще надо волосы распушить, уложить. И я буду совсем готов. Но это уже потом. Пишите мне, пожалуйста, на какую тему вы хотите видео. Да. У меня насобиралось еще немножечко автозагаров, но на целое видео там уже есть. Там и для лица, и для тела. Пустые банки уже. Там почти что готова моя баклажка. Почти заполнена. Или уход за кожей лица. Чем я сейчас пользуюсь. Какие маски. Что у меня стоит возле умывальника. Есть еще какие-то опции. Мне больше ничего в голову не приходит. Если вам что-то в голову пришло, пожалуйста, пишите в комментариях. Спасибо вам большое за просмотр и за любую правильную активность на моем канале. Если вы на меня еще не подписаны, подписывайтесь. И мы с вами увидимся в моем следующем видео. Пока. Пока.